МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире миссия президента Западной Армении в регионах Восточной Армении. Сыны Западной Армении Генри Сафарян. За кулиси Арцаха. Вагиф Хачатлян заявил в Баку, что не признает выдвинутые против него обвинения. Франция намерена обсудить с Арменией продажу оружия. Европарламент, политический орган. Медсола от санкции против Баку. Еще один скандал вокруг города Шуши. Президент Западной Армении Арменак Абрамян, премьер-министр Се Дамеликян и председатель национального собрания Нелли Арутинян совершили двухдневную миссию по областям Восточной Армении. 13 и 14 октября побывали в Марзах Вайотзор и Гегар Куник. 13 октября в селе Артабунь общины Ехагис посетили могилу сына Западной Армении, погибшего в 44-дневной войне, посметно удостойного высокого звания гражданина Западной Армении, героя Нурайра Согуманяна. Также посетив дом-музей Нурайра Согуманяна, где поднят флаг Западной Армении, сделав запись в книге памяти, ознакомились с подробностями из жизни героя, поняв, в какой системе ценностей формируются герои наших дней, которые ни на секунду не колеблят жертвуясь жизнью во имя Родины и той системы ценностей, носителями которыми они являются, вернувшись в Ереван с чувством гордости, осознавая, что защитники Родины твердо стоят на своих позициях. 14 октября господин Абрамян, госпожа Меликян и госпожа Арутюнян посетили село Мецмасрик Геаркуникской области, ознакомились с жизнью в приграничном селе и буднями школьников, посетили школу Мецмасрик, одним из спонсоров кружка рисования которого является правительство Западной Армении, Министерство иностранных дел в лице госпожи Лидии Маркусян, ознакомились с работами воспитанников, которые в конце ноября текущего года примут участие на межобластном конкурсе. Село Мецмасрик – приграничное, с особенностями, присущими подобным селам. Делегация подробно изучила все проблемы села. Водушевленные оптимизмом детей, делегация вернулась, взяв с собой завет и данное им обещание. Сыны Западной Армении Генри Сафарян Видео, опубликованное 13 сентября 2022 года по телеграм-каналам, где азербайджанские военнослужащие поднимают флаг после захвата армянского боевого поста, снято на 101-й позиции возле села Неркинханд Капана. На видео зафиксированы лица двух из семи погибших армянских военнослужащих, один из которых Генри Сафарян. В первом видео увидел отец, узнав сына, сразу же отправился в Капан, чтобы найти тело Генриха. Генриху Сафаряна было 19, жил в городе Эчмядин. Службу начал летом 2021 года в Армавирской учебной воинской части. Далее был переведен в Капан, был младшим сержантом, капитаном позиции. 12 сентября 2022 года Генрих и 22 новобранцев получают приказ с целью выполнения инженерных работ подняться на 101-ю боевую позицию возле села Неркинханд. В ту же ночь вооруженные силы Баку начинают наступление. Сражаясь всю ночь, утром Генрих позвонил отцу, сказав, что все в порядке и беспокоиться не о чем. После позвонил другу, сказав, что находится в блокаде. И, возможно, это его последний звонок. Отец Ара Сафарян пробыл в Капане три дня, пытаясь найти и вывести тело сына. После инцидента с азербайджанцами последние отказались передавать останки с этой позиции. Сначала сказав, что останки перевезли в Баку, далее, что передадут в Артеннис. До смерти деда никто, кроме отца, в семье не знал о гибели Генриха. Спустя три дня дедушка Генрих Сафарян-старший, возвращаясь с работы на транспорте, встретил знакомого, который сообщил, что ходят слухи, что внук погиб. Узнав о смерти внука, дедушка скончался. 18 сентября после похорон деда сообщают, что среди 32 тел, переданных из Шуши, также передали тело Генриха. Генрих Сафарян погиб от осколочного раяния, повредив позвоночник. Из военнослужащих, находившихся на данной боевой позиции, точные цифры неизвестны. Никто не выжил, двое из которых были близкие друзья Генриха Айк и Гор. Из личных вещей Генриха семье передали окровавленный телефон и несколько элементов, оставшихся от деревянного креста. Генриха Сафаряна похоронили 20 сентября 2022 года рядом с дедом. Вечная слава павшим в бою героям. Почему Арцах был оккупирован? Будучи окруженный турецкими государствами, Армения рассматривала Иран как союзника, с которым после обретения независимости установила конструктивные отношения, как потенциальный противовес Паку. Однако Иран, опасаясь враждебности по отношению к своему азербайджанскому населению, сосредоточенному в северо-западной части страны, обеспокоенный противодействием своей мусульманской и в основном шиитской страны, был ограничен своей реакцией. В то же время Москва работала над увеличением зависимости Восточной Армении от России, затрудняя для Еревана развитие более тесных экономических и энергетических связей с Тегераном. Сдерживание США в отношении Ирана и желание России контролировать Восточную Армению лишили Ереван альтернативных источников поддержки. Интересна в регионе и роль Израиля. Региональное вмешательство Израиля, самой важной военной силы на Ближнем Востоке и заклятого врага Исламской Республики еще больше осложнило ситуацию. Как меньшинство в мусульманском мире, которое частично возникло в результате нацистского геноцида против евреев в Европе, Израиль теоретически должен чувствовать ощущение родства с Арменией. Однако желание расширить дипломатические отношения с мусульманскими государствами, захват энергетических ресурсов и рынков, враждебность по отношению к Ирану еще больше сблизили Израиль и Баку. Со временем Израиль стал ключевым поставщиком вооружения Баку, обеспечив с 2016 по 2020 год до 69% от общего импорта вооружений, включая некоторые самые новейшие системы вооружения. Тенденция чего значительно ускоряется по мере того, как Баку готовил свое оружие для захвата Арцаха. Более того, Турция, главный сторонник и наставник Баку, имеющий свои региональные амбиции, предоставила дополнительное оружие и помощь, а также во время Арцахской войны 2020 года предоставила Баку сирийских наемников. Со времен Османской империи турецкое правительство тосковало по нынешнему Баку, а также по иранской Азербайджанской провинции. Пантюркистские и неосманские силы, с которыми отождествляется президент Раджеп Таиб Эрдуан, давно желали создать сухопутный мост сначала между Анкарой и Баку, а затем через Северный Иран в Центральную Азию. Таким образом, Турция надеется осуществить прямой сухопутный путь, который соединит все турецкие народы. Похищенный азербайджанскими военными в Бердзорском коридоре Вагиев Хачатрян заявил, что не признает выдвинутые ему обвинения в Баку. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. Хачатрян подчеркнул, что во время Первой Арцахской войны никаких преступлений не совершал. Как мы сообщали ранее, в Баку началось второе судебное заседание по делу жителя Арцаха Вагиева Хачатряна. Генпрокуратура Азербайджана обвиняет Хачатряна в создании преступной группы. Утверждается, что потерпевшему по делу признаны 59 человек. Напомним, что представители пограничной службы Азербайджана похитили Вагиева Хачатряна, который переезжал из Арцаха в Армению для получения неотложной медицинской помощи. Позже стало известно, что Вагиеву Хачатряна было предъявлено обвинение в том, что он якобы создал преступную группу, которая 21 декабря 1991 года участвовала в преступлениях против жителей села Мешали Ходжалинского района. Напомним, что Баку нарушает третий женевский принцип – обращение с военнопленными и четвертый пункт – конвенция о защите мирных жителей и их прав во время войны. Отметим, что Баку долгое время отказывался ратифицировать женевские конвенции, считая их для себя неприемлемыми. Однако даже те страны, которые не присоединились к женевским конвенциям, также обязаны соблюдать их положение и несут ответственность за преступления против мирного населения во время войны. Министр вооруженных сил Франции Себасен Лекорню намерен обсудить с министром обороны Восточной Армении Суреном Попекяном продажу вооружения Еревану, чтобы завершить ряд вопросов на очень оперативном и конкретном уровне. Как передает политику, об этом он сообщил в ходе слушаний в Сенате. Ранее французское правительство объявило, что Франция отправит военную технику в Восточную Армению на фоне эскалации напряженности в отношении с соседним Баку, но Лекорню отказался предоставить какие-либо подробности Сенатскому комитету по иностранным делам и обороне. В любом случае вы можете видеть, что некоторые виды оружия носят исключительно оборонительный характер и не могут быть перенаправлены на другие цели. Поэтому они помогают нам дать возможность Армении защитить жизнь и свою территорию. Председатель Сенатского комитета по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам Седрик Перин в числе актуальных международных проблем во время открытия заседания отметил нависшую над Арменией угрозу. В ответ Лекорню сообщил, что внимательно отслеживает процессы вокруг Армении и с Министерством обороны Восточной Армении установлена атмосфера доверия. Напомним, что Франция открыла военную миссию в Армении и по информационным нападкам на недавно назначенного военного атташе он делает вывод, что это имело эффект, проинформировав сенаторов, что свяжется с Министром обороны Восточной Армении, чтобы привести операционные и конкретные мероприятия в окончательный вид. Вы видите, что Франция верна Армении. Я лично вовлечен в это и потрясен тем, что произошло. И думаю, что наши шаги также исходят из интересов Франции, заключил министр обороны Франции. Европарламент – это политический орган, и он будет последовательным в обеспечении реализации трех принципов. Об этом на пресс-конференции в Страсбурге заявила председатель Европарламента Роберто Мецола. Отвечая на вопрос журналиста о том, что Евросоюз принял резолюцию и отчет о введении санкций против Баку, собирается ли Европарламент предпринимать активные шаги в этом направлении, не случайно, что этот парламент принял подобные отчеты и призвал к скорейшему началу мирных переговоров. Мецола добавила, что приветствует встречу, согласованную Восточной Армении и Баку, которая состоится в конце октября с участием Шарля Мишеля. Мирные переговоры важны для нас с точки зрения демаркации границы с Баку, открытия путей сообщений и решения гуманитарных проблем. События последнего месяца очень тревожны, поэтому мы призываем к миру и гуманитарной защите. Министр культуры Баку Адиль Каримли на 12-й конференции министров культуры Исламского мира представил Шуши как город-кандидат к культурной столице Исламского мира 2024. В заявлении говорится, город Шуши был важным центром историко-культурной, общественной и политической жизни Баку, а также одним из символов исламской цивилизации. В 2024 году единогласным решением участников форума Шуши был провозглашен культурной столицей Исламского мира 2024 года. Со дня основания Шуши был городом не только мусульман, но и армянских христиан, одним из самых известных очагов армянской цивилизации 18-20 веков. Провозглашение города культурной столицей Исламского мира явно нарушает основополагающие принципы историчности города, его подлинности и целостности, вытекающие из нарвского документа о подлинности культурного наследия 1994 года, также из документа, принятого Международным советом по охране памятников и достопримечательностей ИКОМОС Нью-Делли 2017 года, документов ЮНЕСКО и других международных структур. В документе Нары о сохранении принципа подлинности отмечается, что в случае появления культурных ценностей в конфликтах требуется признание легитимности в отношении культурных ценностей и факт подлинности культурного наследия ни в коем случае не должен быть подчинен документ Нары о подлинности. Пункт 8. Провозглашение города с шуши-культурной столицей мусульманского мира существенно подрывает факт подлинности истории традиций внешних и внутренних элементов города, исторических реалий населения по отношению к городу. Также уместно сослаться на принятую во Флоренции в 2000 году Европейскую конвенцию по охране ландшафта, которая призывает сохранять городские поселения в целом, включая природный ландшафт, его сущность и особенности, ценить наследие, являющееся результатом природной или человеческой деятельности. Согласно той же конвенции, Баку обязуется признать природные ландшафты города шуши существенными и составляющими среды обитания армян Арцаха, выражением их культурного и природного наследия и основой идентичности Европейской конвенции от Ландшафты, статья 5, а также любое действие, которое будет отрицать этот факт, существенно подорвет сохранение культурного и природного и нематериального наследия города шуши. Переписывание города шуши только мусульманскому миру также явно отрицает культурные права арцахской армянской общины, которыми они имеют право на сохранение наследия, созданного как на протяжении жизни, так и в результате их творческой мысли и может охватывать также нематериальную сферу традиции, представления, верования, культурная память и так далее, как это и установлено нормами международного гуманитарного права. И в завершение новостей послушаем песню в исполнении Армена Муфсисяна «Веркац Яхпайш». «Веркац Яхпайш» «Веркац Яхпайш» «Веркац Яхпайш» «Веркац Яхпайш» «Веркац Яхпайш» «Цавэ» «Ки зэнк мек тэх» «Саразмар мит» «Яз руху р ктам» «Из керкерин» «Тевер ктам» «УКЕС» «ДАНЭМ ЭРС АРЭРОВ» «УКЕС» «ДАНЭМ ЭРЛЕРНЕРОВ» «ЦУЦТАМ ЯРГИНКЕМЕР» «МасИ САЛЕРУ» «ТУНА» «АйРАНИМЕРТУНА» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!